16-й раз в Омской области прошел полумарафон Ганди Кап, один из важнейших составляющих беговой программы нашего региона. Омский полумарафон Ганди Кап выделяет из ряда других беговых событий система с временным интервалом старта спортсменов в зависимости от их возраста. Первыми на дистанцию уходят ветераны, последними самые молодые участники, которым в итоге приходится прикладывать больше усилий, чтобы обогнать опытных бегунов. С первых стартов синонимом забега стало слово «праздник», когда в майское воскресенье на трассе встречаются сотни любителей бега, спорта и здорового образа жизни. Бег по сути является самым демократичным видом физической активности. Действительно, на трассе сегодня мы видим столько людей, которые получают удовольствие от того, что бегут вместе по замечательной трассе. И я, конечно, тоже получу вместе с сыном удовольствие от того, что участвовал в хорошо организованном беговом событии. Я думаю, что вот это единение тех людей, которые понимают, что в жизни, наверное, поддерживать хорошую физическую форму, заниматься двигательной активностью в той или иной форме, это, наверное, то, без чего нельзя добиться цели, без чего нельзя быть успешным. В этом году на старт забега вышли около тысячи участников из 15 регионов России и 11 зарубежных стран. Для большинства участников преодоление 21 километра стало пробой сил перед летним сезоном. Система зачета, позволяющая уравнять шансы атлетов на победу, до самого финиша держала в напряжении и бегунов, и болельщиков. Хорошо организованные старты, они всегда радость приносят. Даже если ты не побеждаешь, радость удовлетворяет от того, что ты двигаешься среди таких же ребят. Все вот это. И победа дополняет эту радость. Ну, как-то немного разочарована, что всего лишь третья. Ну, старалась вот вторую хотя бы догнать, хоть у нас и большой разрыв был, там, 3 минуты 20 секунд. Ну, всякое бывает. Сегодня не получилось, в следующий раз будет гораздо удачнее. В 2011 году из традиционных забегов нашего региона уже прошло два полумарафона – Рождественский и Гандикап. Теперь омичи и многочисленные любители бега со всего мира с нетерпением ждут главного легкоатлетического события года в Омской области – Сибирского международного марафона, который по традиции состоится в первую субботу августа.